Дорогие друзья, вас зовут Масприятий. Связь есть? Окей, я так понимаю. Дорогие друзья, вас зовут Масприятий. Это, собственно, примары городов, в которых мы показали конкретные результаты. Я всегда говорил о том, что я буду в той должности, в которой меня видят граждане страны. Неважно, когда я выдвигался два раза примаром муниципия Бельс. Когда я выдвигался в президент, я всегда задавал и бельчанам, и всем гражданам страны вопрос, согласны ли они с моим выдвижением. То, что произошло вчера, это говорит о том, что мы реально были все завхозами, зарылись каждый в своем городе, которым мы руководили. Мы занимались работой, а в это время все остальные занимались политикой. Да, я был ошеломлен тем, что фейк-ньюс и пропаганда в этих выборах очень часто преобладали над здравым смыслом. Я не хочу сегодня никого осуждать за сделанный выбор и никого обвинять. Я хочу поблагодарить всех тех людей, которые работали все эти дни. Я хочу поблагодарить 60 тысяч 100 человек. Это цифра, которая проголосовала за меня, за нашу команду. Я понимаю, что нужно было сделать где-то работу над ошибками. Из-за коронавируса не было возможности заниматься строительством партии по всей стране. Первичи, которые у нас практически отсутствуют во всей стране и так далее. И не могу также обвинять своих коллег-примаров, потому что они занимались примариями, а не политикой у себя в районе. Но то, что произошло вчера в Бельцах, мэром города, которого я являюсь, значит, это меня ошеломило, честно скажу. Потому что я всегда говорил, что Бельцы особенный город, в Бельцах живут особенные люди. То, что вчера большая часть бельчан поверила не в политику конкретных дел, а поверила в разные фейки. И про город, и про то, что нас кто-то с кем-то объединил, что приедут какие-то солдаты, запретят русский язык и так далее. Извините, это для меня просто непонятно и недопустимо. Я в то же самое время еще раз говорю. Я приветствую решение всех граждан страны. Уже в какой мы стране живем, насколько люди подвержены, могут быть легко подвержены пропаганде, лжи, фейками и так далее. Это говорит о том, что в стране есть над чем работать. Но сейчас, когда я вижу, что в Бельцах у людей появилось доверие к другим политформированиям. Вы все прекрасно знаете, что я не шел в Бельце работать примаром за зарплату. Вы все знаете, что примария Бельц самая транспарентная в стране уже много лет. У нас здесь не было нет и не может быть никакого бизнеса, либо каких-то криминальных схем, которые сегодня присутствуют в Молдове практически везде. Я принимаю вчерашний результат Бельцев, а именно то, что мы на третьем месте и набрали 23%, если не ошибаюсь. За нас проголосовали 10 тысяч человек. Я благодарен в том числе и бельчанам, которые за меня проголосовали. Но в то же самое время я не могу быть политиканом, от которых в Молдове устали за 30 лет, от ихнего вранья, от ихних лживых обещаний, или которые каждый раз для того, чтобы усидеть в каком-либо кресле и на какой-либо донусе, придумывали все, что угодно. Неважно, затягивали досрочные выборы, придумывали там себе какие-то оправдания. Я считаю, что тогда, когда ты видишь, что у людей есть другие настроения, другие пожелания, нет смысла продолжать что-либо делать. Сегодня, наверное, самый неприятный день в моей жизни, или один из самых неприятных, не из-за результата вчерашних выборов, а из-за того, что я вынужден принять очень важное решение в своей жизни, может быть, одно из самых важных. Вы знаете, как я относился и отношусь к нашему городу? Я развивал спорт, ремонтировал за свой счет тротуары, организовал мероприятия, поддерживал спорт, пенсионеров, ветеранов, строил памятники. Я делал то, от чего я кайфовал все эти годы. Я уехал когда-то давным-давно зарабатывать деньги для того, чтобы вернуться, быть независимым. Поэтому у меня в Бельцах были и есть хорошие результаты. Но люди не хотят сегодня конкретных результатов, и я их не имею права в этом обвинять. Они хотят политику, и они вчера это показали. Вы все знаете рубрику «До и после», которую я опубликовал в период предвыборной кампании. Мне многие говорят, что я должен был это делать. Я должен был это делать в течение всего времени, опубликовать не сейчас. Я показал результат нашей работы и нашей команды. Мне не стыдно сегодня перед бельчанами и перед всеми жителями страны за все те проекты, которые я реализовал. Потому что мне нравилось то, что я делаю. Неважно, это были пионерские костры с детьми из детских домов или из малоимущих семей, с которыми я ездил когда-то в Затоку. Либо другие мероприятия, которые мы проводили. Да, меня пытались уничтожить. У меня был не самый простый. За все эти годы я прошел через очень много. Меня начали пачкать сначала тролли и негодяи Филатов. Потом это было сфабриковано уголовные дела, плохотнюком и все эти нелепости. То же самое, к сожалению, через какое-то время продолжилось в Москве. Меня боялись и били со всех сторон, потому что никто не хотел допустить власти человека, который не под контролем. А для меня быть кому-то подконтрольным, извините, это я создан из другого материала. Для того, чтобы быть кому-то подконтрольным. Я помню 2019 год, когда я возвращался. Это был период, про который знают очень близкие для меня люди. Все знают, что произошло в 2018 году в Москве. Все знают, вернее не все знают, а некоторые люди знают, что мне говорили о том, что я буду жить 2-3 месяца, а я все-таки выжил. Да, я прошел онкологию, я прошел преследование, репрессия, я прошел все. Но я не могу навязываться людям, если у них есть другие предпочтения. Так как сегодня то, что произошло вчера, еще раз говорю, конкретно в Бельцах, показало то, что бельчане хотят политику, не конкретные дела. Поэтому, значит, решение номер один мое, это я с завтрашнего дня выхожу в отпуск, сейчас юристы работают для того, чтобы правильно все рассчитать. Таким образом, должны сделать расчет, чтобы в стране, когда у нас единый день выборов, осенью, это, по-моему, 21 ноября. Значит, и раз бельчане хотят политиков, значит, пусть выбирают себе политика нового мэра. Я подаю в отставку по выходу из отпуска так, чтобы не затягивать процесс, для того, чтобы могли пройти досрочные выборы. Я делал и делаю все, что в моих силах. Для меня важно сегодня, чтобы все поняли, что я никогда не держался ни за одно кресло в своей жизни. Я всегда шел по жизни с высоко поднятой головой и смотрел людям в глаза, и таким я буду всю свою оставшуюся жизнь. Еще раз повторюсь, я работал для того, чтобы в Бельцах были перемены, и они произошли. Да, сегодня люди поверили каким-то обещаниям про зарплаты и про все остальное, что все политики наобещали, которые ничего не сделали. Я даю возможность политиканам показать свой потенциал. А бельчане могут после досрочных выборов, которые пройдут в ноябре, начать другую рубрику до и после. Только до, это будет то, что я и моя команда оставляют в городе, и посмотрите, что будет после. Ни я, ни Николай Григоришин, ни другие члены моей команды выдвигаться на должность мэра Бельц не будут. Я обращаюсь ко всем политформированиям. Ребят, готовьтесь к досрочным выборам в Бельцах, покажите себя, покажите, что вы можете. Мы показали, что мы могли за все эти годы. И я знаю, что все те конкретные дела, которые были реализованы в Бельцах, они останутся в памяти у людей. А люди должны решать, где будет Ренат Усатый или кто-либо другой. На этот год как раз у нас запланировано, значит, из проектов на этот год. Это тендер на парк, мы должны закончить парк Победы. Тендер на улицу Конева освещения. Тротуары по улице Гагарина, улице Николая, Йорга. От въезда в город от тещи до автовокзала. Дорожное покрытие и тротуары по улице Штефан Челмария. Улица Влайку с выходом на Когульскую. Внутри домовые. То, что никто не делал 30 лет, мы продолжаем. Это от Александра Челбон и улица Лесечка. Ремонт улицы Штефан Челмария 5-7, внутри Дворовая. Внутрикварталка на Николаева Штефан Челмария. Внутрикварталка за Элитом-1. Замена водопровода и парковка. Улица Сучава 5-7. Ливневка по бульвару и Менецку. Канализация по Сорокской, спортивные площадки. 5 штук. Футбольное поле на городском озере, которое делали преимущественно за мои деньги. Оградить. Провести тендер по футбольной команде. Бельцы должны идти вперед по футболу. Начнем благоустройство грибного канала. Обустроить парковку между бассейном и домом культуры в Бельцах. И вот как бы планы на этот год, которые мы реализуем. Задача любого мэра, и это так как я обращаться к бельчанам больше не буду, ребят, это следить, чтобы правильно расходовались бюджетные деньги. Я понимаю, что есть очень много разбитых дороги и так далее. Вот сколько было денег, на эти деньги мы и делали. Но делали честно и намного больше, чем предыдущие. При мне не появились незаконные постройки. Не начали голубятни строить по всему городу. В плохом смысле этого слова и так далее. Вот, поэтому это проект. Далее, значит, сегодня, значит, я одолжил сумму 200 тысяч евро для того, чтобы выполнить обещания, которые я давал во время предвыборной кампании. А именно, значит, село Фалежский район, село Изварес, Кумпия. Это по два детских игровых комплекса, по 100 тысяч лей каждый. Район Льединица от Ултрынка. Я обещал комплекс, где за 100 тысяч лей он будет. Значит, село Редилмари, Дандюшанский район. Значит, игровой комплекс 100 тысяч лей. Значит, это все я уже сегодня передал. Значит, дальше. Фалеж, Костуми Национали, 50 тысяч лей. На работу Грейдера в Натальевку, в Хелиус, на Крест попросили. Значит, в Джалтай, брусчатку Чадерлунгский район на 100 тысяч лей. Значит, на 10 тысяч долларов брусчатку в горы Чадерлунга. Там был храм города, я был, я обещал людям, я сегодня это передал. Значит, в Копчаке я передал 50 тысяч лей афганцам на памятник. Унгена, застынка, значит, я передал 100 тысяч лей аванс, чтобы купили автобус для детей спортсменов. Значит, Сатул, Борчак, Кахул, Аминажаря, стадион Усута, Демидилей. Так, Сатул, Борчак, 500 долларов на игрушки, пентру храм. Анкахул, фамилия Тодорова. И, молцумес, Луи Николай Дандиш, к миофакутку наштинцев, куачес дом. Тодоров Александр, фамилия Кунспридзач, Копи, наук, кассы. Антрансмис, астызу суты демидилей. И скорую помощь, которая в Бельсах, я обещал на День города, значит, также будет оплачена из этих денег. Я, как человек, как руководитель, выполнил свой долг и ни в коем случае, еще раз повторюсь, не могу допустить сегодня каких-то разговоров, что Усатый держится за место. Но в то же самое время, если люди поверили во все фейки и во всю пропаганду, я пытался, для этого была избирательная компания, их в этом убедить. Значит, у людей другое мнение, я его должен уважать. И любой политик должен уважать мнение гражданам в первую очередь. Вот, примерно так, значит, сказать вам, что у меня нет эмоций, это вам, вас обмануть, потому что, потому что все то, что я делал, это была моя жизнь, это есть моя жизнь. Я могу вам пообещать, что, значит, я всегда говорил, что заниматься бизнесом и политикой в одной стране, это преступление. Мой бизнес в России был уничтожен, это для никого не секрет. Значит, я думаю, что мои качества как организатора, как завхоза, я думаю, точно пригодятся для того, чтобы построить новый бизнес для независимости. Мне нужно поднимать детей, я, чтобы вы знали, из дому забрал абсолютно все деньги за эти годы. То есть, я понимаю, что некоторые, к сожалению, верят во всякие там байки, про какие-то миллиарды и так далее. Да, денег сегодня какие-то на жизнь, денежные средства остались. Но я буду, я организую какой-нибудь проект, какой-нибудь стартап, и мы с вами будем говорить о всем угодно, кроме как о политике. Касаемо политики. Очень важный момент. Значит, я сегодня председатель нашей партии, я буду встречаться с коллегами, я предложу им выбрать другого председателя партии, потому что, ну, может быть, есть другие амбициозные, талантливые люди, для этого партии как бы и создаются. То есть, примерно так. Поэтому, поэтому, поэтому так. Я всегда буду к вашим услугам. Мы будем с вами общаться, будем встречаться. Если, Вадим, прекрасный день, 60 тысяч, 100 человек, которые поддержали меня и нашу команду вчера, вдруг они превратятся в 200-300 тысяч человек, в полмиллиона, и скажут, нет, вот мы хотим вот так, я всегда говорил, что буду делать то, чего хотят люди. Я отдал нашей стране, я выполнил свой долг как гражданин. Я вернулся в страну в 2014 году, отдал долг своим корням, своим родителям, своим воспитателям в детском саду, своим школьным учителям, преподавателям Олега Руссо, и делал то, что мне нравилось. Кто-то вкладывал в яхты, в самолеты, в зарубежную недвижимость. Я все, что мог отдать, я отдал. Если могу вам другое сказать, что в жизни мне сейчас нужно привести себя в порядок после сложной кампании, после этого буду собирать наших коллег обсуждать и так далее. Но я думаю, что я точно найду себе занятие, тем более, что что-то делать, что-то строить я, можно сказать, что люблю с детства. Вот примерно вот такие дела. Поэтому я думаю, что я думаю, что очень много людей, которые живут в онлайн. Спасибо за субтитры. Минер, стимацы, приятничества, которые мастерствуют, они дадут успехи к нашим, которые были выбраны. И темпу вы вырабатывали. А вот, Рината Усатый, депутатие, те, что они заявили в последние месяцы кампании, в последние месяцы, или нет. И вы должны сделать самую конкурс. Я говорю, что, Господи, господи, я собираюсь, когда вы выбрали, когда вы выбрали, когда вы выбрали что-то в парламент. Политика, это не для меня. Меня интересуют комплексы, фармакии, проекты, спорт, ревизия национальная, мастерская, и так далее. Это было что-то, я бы не говорил, на которые не имеют что-то, не имеют ревизию, или в Москву, в Европу, в Европу, и в Европу. И это так. Я был, и я буду вернуться с вами, и я уже надеюсь, что, во-первых, в стране, что в стране, что-то изменилось. Но, в начале времени, я хочу сказать, что я, как гражданин нашей страны, смогу всегда постоять не только за себя, но и за граждан, которых вы, не дай Бог, обидите. Вот такие дела. Поэтому я вас обнимаю. Всем хорошего дня! Другим политформированием я сказал, готовьтесь тихонечко к выборам. Я очень хочу посмотреть, что вы будете делать. В чем я точно уверен. Бельчане больше не найдут ни одного дурака, ни в ближайших выборах, ни через 4 года, ни через 8, который будет привозить, тратить все свои деньги, будут ругаться постоянно с родственниками. Зачем ты это делаешь? И я думаю, что я единственный человек, который точно пришел на эту должность, в Моробельце, за зарплатой. А то, что ни во времена Плохотнюка, ни Филата, ни Додона, никто не мог меня обвинить в коррупции. Вернее, обвинить они могли, болтать только на пресс-конференциях. А как отправляют в прокуратуру материалы, в полицию чиня и так далее, им предъявить не-че-го. Вот, поэтому я вас всех обнимаю. Всем хорошего дня. Значит, сегодня поработаю с документами. И вот так. И перезапускаюсь. Я буду ездить по стране. Я не покидаю страну сразу, чтобы не было никаких спекуляций. Я буду знакомиться с людьми. Посмотрю, что скажут наши региональные представители, о съезде партии, на котором я предложу избрать другого председателя. Может быть, люди проснутся в нашей стране. Короче, вот чего захотят люди, то я и буду делать. И неважно, на каком языке они говорят, какой они национальности являются. Пентруминия, ра импортанце, унеск, сочи и татьяш, но дисбинку, ма фактуалц, поли, поли течень. Поэтому я вас обнимаю. Значит, вот 200 тысяч евро взял в долг, как бы смешно это кому-то не показалось. Все предвыборные обещания закрыл. Остальные проекты, в том числе по бельцам, ребят, уже реализовывайте с теми, кто придет. Было бы у меня больше возможностей, я бы сделал больше. Сделал то, что я могу и то, что мне под силу будет вернуть через какие-то время. А зарабатывать я всегда умел. И с нуля делать вещи, которые не под силу многим были, даже специалистам. Я вас обнимаю. Всем хорошего дня, ребят. Пока. Субтитры делал. Субтитры делал. Субтитры делал. Субтитры делал. Я всегда смотрел и смотрю людям в глаза. Я всегда говорил, что волк никогда от льва отличается тем, что волк никогда не выступал в цирке. Вы не найдете ни одного видео. И плюс волк всегда смотрит в глаза. Даже когда борется с самыми сильными соперниками, которые сильнее его в 3-4 раза. И когда волк умирает, он тоже продолжает смотреть в глаза. Вот такие дела. Поэтому, ребят. Жизненный девиз «Сила в правде». Иду вперед. И буду созидать. И посмотрим, у кого какие будут результаты. Результаты. Вакуприн Питоц. Вамуцемеск. Латвата экипа. Дин Примария. Муничий Пилуй Балц. Муцемеск. Латват Чейкаримов Суцинод. Время покажет, кто на что способен и кто чем будет заниматься, ребят. Все. Я вас обнимаю. Пока. Гасите. Редактор субтитров. Корректор demеч hike подls Mystanych答новалова Продолжение следует...